Под перепончатыми лапами лебедей открывается обширный подводный мир. Лещи и карпы обитают в зоне спокойного течения. Но в реке имеется огромное разнообразие рыб. Это такие пресноводные виды, как платва, пескарь, судак, форель и усач. А также мигрирующие виды. Лосось, угарь и минога. В тени берега притаился грозный хищник. Щука охотится из засады. Она плавает очень быстро, но высокую скорость держит только на короткие расстояния. Поэтому и выжидает, пока добыча не окажется вблизи. Затем выскакивает из своего укрытия на скорости 50 км в час, готовясь проглотить свою жертву. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Гибкая, как угарь, выдра пробирается между водой и сушей. Выдра – редкое животное. Раньше их преследовал человек, а сейчас они защищены и вернулись на берега Луары. Они даже стали выходить среди бела дня, словно показывая, что они снова начали доверять человеку. Выдра – это еще один показатель естественной экосистемы. Субтитры создавал DimaTorzok Выдры не тратят время на рыбацкие сказки. Все должно быть просто, как и заложено природой. На перепончатых лапах выдры – острые когти, которые помогают схватить скользкую рыбу. Острые зубы расположены глубоко в пасте, поэтому им нужно держать добычу по бокам. После погружения песочная ванна – это то, что нужно. Это помогает ухаживать за мехом выдры. У выдр тонкий слой жира, поэтому мех дает им тепло. Да и к тому же песок здесь просто великолепный. Конец мая. И река переживает еще одно изменение. Наполняется дождевой водой. За два дня уровень воды поднялся больше, чем на метр. И течение увеличилось с 350 до 4000 кубометров в секунду. Наземным животным рекомендовано отправиться на возвышенности. Но откуда вся эта вода? В основном из-за проливных дождей. Струйки стали ручьями, а притоки – мощными реками. Как здесь, вниз по течению, у слияния Луары с Алье. Переполненные дождями рукава реки перетекают и разделяются, создавая извилистые зеленые лабиринты, словно вены гигантской руки. В такое время Луары напоминает Амазонку – самую большую дикую реку. Во время затопления минералы и органические вещества вымываются течением. Песок, галька и даже стволы деревьев уходят вниз по течению. Скорость течения меняется в зависимости от наклона русла. Кое-где образуется ил, а в других местах он вымывается. Весь пейзаж меняется под давлением течения. В джунглях речного дна притаилась щука. Здесь всем заправляет она. Это речной суперхищник. Она знает каждый сантиметр реки и никого не боится. Разве что человека. КОНЕЦ 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 С